привет вас почему в россии обвал рубля на этот вопрос ответил руководитель бтб банка россия андрей кости ну понятное дело как все таки не забывайте человек хош кремль между прочим это один из участников одной из башни кремля понятно похвалил без зуба щенка владику путина рассказал какой он хороший гениальный ну поймите преданность надо показать но что классно он действительно рассказал то что другие помалкивать он может себе это позволить мало то он действительно как вам сказать настоящий экономист российский но первых он рассказал то что я несколько раз говорю фактически повторил мои слова идея создания собственной валюты брикс бред но не так сказал но бред она не сработает он объяснил что не сработает ну фактически повторимые слова я могу еще раз их повторить вам смотрите какая ситуация попытка создать квази деньги или скажем отдельные деньги предпринималось много раз многими разными угруппированиями но их нельзя создать искусственно евро это другое там действительно есть экономический союз и там действительно евро в настоящий день а любые деньги прикс причины на права напоминаем вам что в свое время да действительно в армия советского союза были деньги которые использовали странах сэр костин напомню да такие деньги вы просто не помните их не печатали бумажном виде они были только без наличия назывался оборотный рубль такое было название то есть эти деньги использовались в расчетах ссср там польская народная республика ссср гдр используюсь причем был довольно большой оборот но и это самое главное и тут с костиным цитирует меня или я его смотрите в ссср эти деньги существовали потому что страны сэр были вассалы ссср то есть они были в зависимости решение принимали в москве вплоть того что примеру когда хотели поменять руководство польско-народной на пол салонсовать москву если помните вот эти вот и восстания и венгрии чехословакии почему советский союз падали потому что там пытались ну чуть-чуть сделать по-своему и советские войска потопили в крови словакской восстании ну соответственно венгерской то есть там была обычная диктатура страны члены сэр были зависимы от ссср прежде всего военные прежде всего полицейские военные страны бриксы независимы понимаете вы не можете россия ввести войска в юарской рбок не то же самый бразиль ну как как ну да потратить можно а влиятельность а все да и при обращая ваше внимание что этот оборотный рубль сразу выветрился как только развалился нет не советский союз сэр развалился ну сэр развалился раньше не удивляйтесь вообще конце 80-х уже этот оборот на рубли они фактически ну как бы они были но их никто не хотел брать ну то есть они полностью себя изжили хотя бы вот то же самое здесь создать какую-то квази деньги прикс нереально то дура ситуация опять же обращаюсь будет китайский ну смотрите на сегодняшний момент но если сравнить деньги там юар бразилии россии ну и соответственно китая китайский юан самый самый популяр так по этой причине ну основным средством протяжа среди стран брик сможет стать китайский юан но не российский рубль но и правда тогда получается россия должна отказаться от рубля ну как вы сами понимаете это вот плохо понятно дело чтобы руководитель российского банка поддержал сказал что давайте откажемся от рубля нет нет понятно какой китайский юан рубль это лучше хотя в действительности давайте что происходит китай на сегодняшний момент используя брикс ну фактически формирует под себя вассалу где россии отведена роль вассала хотите вы это не хотите на китай давит это обстоятельство что на бюрена попасталась что сейчас больше платежей международный китай юаня это плохо потому что доллар это лучше и и костин сказал что замена доллар или отказ доллара который так популярность и возможен через 50 лет ну то есть это возможно но очень очень да действительно можно через 50 лет поменять вместо больше использовать не доллара и евро но и рубль и даже не китайский юаня вот такая ситуация по большому счету да сейчас идет такая политика когда евро выталкивает или так сказать конкурирует с долларом вы сами понимаете что это тенденция но будет меньше доллара будет больше евро вообще по большому счету в истории когда-то главный был английский фунт сервис он сейчас тоже существует и тоже популярны причем мало кто знает что примеру в африке в азии очень часто в международных платежах используется английский фунт сервис действительно часто но на первом месте все-таки доллар за фунт сервис но сейчас поджимает евро такой юань ну так стороне вообще конечно по большому счету но китай хочет хотя бы вот постараться брикс затащить россии затащить да да сделать россию таким валютным вассал когда россии доллару не хватает евро не хватает а китайский юан китайский я и сами понимаете что тогда инфляция юаня будет автоматически заходить на территорию россии нет я не шучу мать и тут какая ситуация доллар тоже девальвирует дефлирует из обесценивается до такой и евро обесценивается на слабо ну если сравнить гривну сравнить рубль пока евро обесценивается то рубль действительно сильно бесценивается но китайский юань тоже сильно бесценивается это не доллар по той простой причине что обесценивается китайский юанин довольно высокая и получает стремится обесценивался от юан и эта инфляция и зашла так что ну костин право нет он юан все хорошо так дальше но это ошибочно стать вассалом китая валютный ну честно говоря доллар не подарок не там тоже куча проблем плюс вот это скачки доллар и евро плюс опять же эмиссия доллара то эмиссия доллара большая никто не спорит но беда в том что эмиссия китайский юань еще больше мать и действительно это миссия отражается инфляция так что такая ситуация и еще но это предложение 10 не моем древности на ограничить переводы россиян за границу ну он объяснил что это положительно повлияет на валютный рынок стабилизирует потому что вы сами знаете что сейчас обвал рубля по отношению к доллару и для того чтобы стабилизировать чтобы не допустить дальнейший обвал вот он выступает за то что надо ограничить ну то есть установить лимиты и а некоторые платежи вообще запрет ну имеется ввиду если они как они целевые логично помните правильно даже когда расчет нот грубо говоря есть рублевая карточка из нее платеж многие люди не совсем понимает что не рубли идут а доллары если платежи заранее это люди просто мало того даже такая ситуация когда они используют турецкие лиры все равно доллары задействуют потому что в основе доллар китайские юани тоже по этой причине грубо говоря россия это страдает и да действительно ну я понимаю что сказать ну как же запретить да но с точки зрения экономики с точки зрения курса если ограничить платежи это положительно повлияет на курс рублях однозначно ну вообще по большому счету вот эти ограничения запреты ну вы сами видите что сейчас делает руководитель центр банка российской федерации запрет да за счет запретов она это ручной управляет за счет вручном управлением она управляет или давит на валютный рынок что есть что что вот какой выход ситуация действительно довольно критическая по той простой причине что россия стала очень зависим от китайской юаня китайские альцам лихораде по отношению к доллару и получается вот эта вся лихорадка заходит на территорию плюс ко всему катастрофично не хватает доллару евро а платежи то ведутся в долларах евро по этой причине да действительно вот это вот качели постоянно лихорадит постоянно по этой причине до приходится в ручном режиме там запретить там ограничить но вы же понимаете что же втб фактически на сегодняшний момент большую часть валюты правда да действительно ну как бы по просьбе центробан а что с того хотя с точки зрения банка это неправильно знаете что значит продав получается так вот зашла валюта ну что вы поняли может депозиты валютные счета клиенты пропустили на счет до банк имеет право часть валюты правда и практикуется ну вы же понимаете не обязательно вот зашла валюта и банк посчитал о так можно процессе валютных операций это не запрещено он может продать да это в основном безналичный продал потом если надо будет валютный клиент он купит ну чтобы правильно поняли как это работает то есть нельзя сказать что это вот пришла валюта на счет я понимаю что психологично вы когда на вашем вот вы если у вас валютный счет и там примеру пускай юанны пускай доллары и в вашем представлении что они там лежат нет банки ими пользуются ну поймите в этом то логика банка ради ну понимаете почему банку выгодно чтобы вас был карточный счет валютный счет почему вы потому что вы не тратили валюту да 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 банк он выгодно он зарабатывает по этой причине да когда вы деньги вот пришли к вам деньги или вы внесли деньги на свой валютный счет за там они не лежат не это всегда это не только сейчас нормально да банк продает покупает продает ну это ему обычный бизнес вы понимаете одно дело когда он продает в рамках таскать лимит ну то есть какую-то часть потом если вы приходите мне надо валюта он купил и все нормально а если он все продал или больше чем положено у него получается рубли и если много приходит в банк дай а ему надо теперь купить валюту а купить нет или курс них очень плохой вот почему курсы лихорали что банки для того чтобы выполнить ваши просьбы ваши платежи почему костин говорит что надо ограничить потому что вы платеж делаете надо доллары а у них продал ему надо их купить а их нет поэтому курс улетает вот чем ситуация так что тут не так все однозначно как я понимаю большинство людей не совсем понимать как она работает думает ну конечно там же мешок с долларом лежит а где все немножко не так помните валютный рынок россии сейчас действительно находится в критическом состоянии и по этой причине когда вы ругаете на бюлевну напрасно в этот она действительно делает очень очень многое чтобы спасти валютный рынок очень да в ручном режиме даю действия критику почему очень часто критикуют ее действия экспортеры импортер есть по критику правильно получается что она как бы за счет их а что остается другое и самое прикольное но дарик костин сказал ну действительно правильно санкции нет но он подробно что сказал когда вопрос про санкции он обратился к бизнесмену не ждите что санкции не будет работайте в этих условиях ну дальше вкладывайте в экономику россии развивайте предполучить вы поймите не для того люди зарабатывают в россии чтобы вкладывать в экономику россии в россии зарабатывают чтобы деньги спрятать в офшоре и жить во флориде из туда плевать на крем вы же не хуже меня знаете что любой гость чиновник кремле который заработал свой первый миллион долларов что делает загоняет в офшор покупает недвижимость в сша делает гражданство своей любовнице или жене в зависимости детям и и продолжает работать кремле и очень любит без зуба но плевать он хотел на россии плевать он хотел на экономику россии плевать он хотел на российский народ его одно интересует заработать бабло свалить флориду проклятую америка также так что я понимаю что однако при звал произошло будет за 1 бобов россии нет умны дураки только бабло в россии держит а умные по шорох за пределами по этой причине действительно сейчас на бюлевна постоянно гаечки закручивает эти всегда ищут варианты как валюту за россии забрать какие и хорошие люди говорят еще патриоты говорят путина любят любят но наверное не тем место вот что есть все благодарю за внимание